всем привет добро пожаловать на мой канал и сегодня новый лайф влог кому интересно оставайтесь со мной приятного вам просмотра я вчера вернулась из питера как раз прошло ну в общем ровно сутки как прибыл поезд ну и в общем сейчас я собираюсь студию меня сегодня насыщенный день потому что мне студию надо съездить потом я прогуляюсь скорее всего до ашана сделаю некоторые покупки погуляю в парке вернуть и ко мне еще домой приедет ученица это вообще супер вот сейчас буду пить кофе потом пойду в душ вчера я нажаловалась на несколько каналов которые украли мое видео но про супер губку фаберлика не знаю 10 человек просто скачали видео залили к себе на канал ну правда такие блогеры у которого грубо говоря один подписчик один пол просмотра но в прямом смысле слова но тем не менее это воровство там как бы в любом случае даже если смотрят то чем короче говоря я подала жалобу у них все это удалили у ютуба в данном вопросе все строго слава богу кофе у меня с вкусняшкой но правда сейчас я все равно буду уже питаться тем чем я привыкла без ну скажем так с вкусняшками но с подсчетом калорий потому что в пить или просто потрясающий хлеб и там невозможно считать калории потому что он бомбически хлеб вот еще там попила пиво я вообще в москве у нас не видела такого количества пива таких названий такого выбора в москве я почти не пью алкоголь крайне редко но как бы там у нас тоже нет такой привычки но вот для расслабухи позволяли себе села завтракать стандартная овсянка соевым соусом в этот раз я добавила кунжутное масло еще немного 2 грамма сейчас добавлю кипяток в какао как а у меня с обезжиренным молоком и без сахара уже в метро жду ученицу это метро на менделеевска сегодня у меня вот такие перчатки потому что тепло студии сейчас будем заниматься танцевать занятия провела иду в авиапарк в парк хабинское поле сейчас я уже буду подходить к метро динамо стройка иду гуляю там где когда ветра нет то в принципе тепло потому что солнышко но сырость и даже где ветер совсем не приятно пятерочка с полным самообслуживанием на лету называется в общем пью кофе это авиапарк первые вижу такую крышечку тут как бы и без соломинки удобно пить и отверстие для соломинки еще такая штучка которая вам видите сбоку закрывает счастливая собака ест булку сразу ее туда в угол у волок а то вдруг камера отнимет он просто очень любит такие булочки с изюмом видите как наслаждается не спеша маленькими кусочками я ему вчера приехала когда сразу выкинула вот ту подстилку и новую сшила достала машинку ну чё тут шить в общем два шва да не прячь ушастый никто у тебя не отнимет ну и наволочку то выкинула новую ну как новую для него новую а так по ней тоже помойка плачет но вот угвоздает выкину ваша не я давно смотрела на такую сгущенку с сахаром однопроцентная 270 грамм и ну вот состав у нее и что важно калорийность то есть это очень даже неплохо ну и решила попробовать причем пока эта сгущенка стоила 30 рублей я думала а тут стала стоить 37 и я без разуме купила взяла вот такой кефир 900 грамм 30 чем до рублей однопроцентным так 40 калорий а по-моему в таком же кефире в этой самой в пакете картонке да по моему там 37 ну да ладно не столь важно почему взяла этот кефир потому что как то но он всегда стоил 40 чем-то потом стал 55 стоит судя по всему люди брать не стали либо у них там какой-то был сбой в итоге опустилась цена до 40 рублей а сейчас на удивление прихожу 55 рублей снова но видимо они хотят чтобы у них немножко все это постояло а потом отдавать за бесценок видимо так ну я решила думаю возьму вот этот я же тот тоже от каждый день покупала поэтому попробую однопроцентный неплохо упаковка конечно неудобно и но я завтра буду делать себе день на кефире поэтому за день эта пачка уйдет ну в смысле не только на кефире но и на гречке взяла себе еще вот такое молоко потому что здесь полтора процента она хорошая сейчас фокусирую да что такое нормальное молоко далее взяла китайский салат он был по 99 рублей 99 копеек у меня еще до отъезда был салат я его оставила также взяла зелень на вес лук и укроп значит укроп был по 649 рублей можно сказать по 650 и в ту же цену лук все это каждый пучок но можно было там и несколько и что-то вытащить что-то добавить но в целом все они были скреплены резинками я сняла зачем переплачивать за вес резинки у меня и так есть и потом я также как и многие люди по обломала вот эти ветки оставила там конечно я могу сварить собаки суп но собственно говоря и из этого ему много чего перепадет в итоге у 57 рублей 20 копеек если эти палки не пообломала то мусора было бы больше вот ну и собственно говоря лук ну а булочку ушастому я взяла вот эту сдобную с изюмом 80 грамм эту булочку чем она была по акции по 7 рублей вместо 15 но он с удовольствием и заточил в общем то сегодня 21 февраля уже я села завтракать у меня тут и укроп и лук соевый соус сейчас все это перемешаю отруби вода какао с корицей так сладко спит сейчас 22 февраля 8 часов утра я почему-то не слышала будильник 6 утра в общем стало 8 ну точнее как наверное без 15 и 8 я встала пока я умылась нанесла косметику сейчас до съела яблочко варю кофе и с какой-нибудь вкусняшкой завтрак буду готовить позже вот на улице пасмурно но лично для меня то это нормально я как раз больше люблю пасмурную погоду единственное что мне вот зимой не нравится это когда дождик потому что ну как ты не знаю ходить мокрый весьма стрёмно по улице когда на куртку на шапку вот это все а так я люблю пасмурную погоду из косметики я нанесла все стандартная тоник вот этот вот от особой серии мой любимый потом нанесла от новосвит с муцином улитки тонер ну под глаза как сыворотку вот это вот от бабки агафьи вот а потом нанесла уже вот вот этот вот крем ну в смысле к это крем карина я просто в эту баночку переливаю ну а под глаза не знаю может быть нанесу крем вечер может быть вот этот потому что многие наносят крем вечер на ночь крем работает хорошо но лично у меня вызывает сильные отеки поэтому я лучше это сделаю сейчас но может быть вот вот этот например то что пока я никуда не собираюсь или вот этот скорее даже наверное вот этот потому что этот имеет свойство даже без косметики скатываться так что лучше на ночь ну а вот и утренний кофе в любимой чашечке вкусняшкой сделала себе салат ну у меня отварная картошка и сырые овощи стебель сольдерея китайская капуста помидор огурец а еще крабовые палочки зеленый лук укроп ходила в магазин во первых купила кофе цел давно собиралась потому что давление стало опять супер низкая вот сегодня вдруг затошнило я пошла померила давление она у меня 96 на 66 и пуль 69 ну в общем взяла нет она у меня в целом невысокая но не такое же у меня где-то в пределах там 105 вот так это нормально еще 110 это мне высота высокое давление вот ну зашла в пятерочку заодно туалетная бумага закончилась вот я два рулона взяла ну раз там оказалось взяла два яблока собаки суп варить лук и себе морковку у меня на замороженная есть но это в основном собаки вот суп варить соответственно пачку творога взяла я этот творог люблю я считаю его одним всем так на мой вкус еще пришел свалбери заказ кофе ну судя по отзывам кофе не очень да и я от него ничего такого не жду самбо бразил ну когда обычно спекулируют на в названии кофе на бразилии как правило ничего хорошего не бывает но поскольку довольно часто этот кофе встречается мне в рекламе в инстаграм я хотел попробовать и вот тут вот была акция но это в жернах кофе так 50 грамм и стоил 58 рублей что ли ну я решила думаю возьму попробую в конце концов если не понравится то можно например чайный пирог делать но он же делается из какао из кофе из чая вот можно зерна в качестве ароматизатора в качестве декора использовать поэтому в принципе не пропадет но хотелось бы чтобы все-таки нормально было потому что я заказала сразу две упаковки одну в москву другую в питер вот поэтому да это будет весело если так-то упаковка симпатичная там разные виды были я выбирала чтобы так все скажу ну короче говоря чтобы была здесь арабика вроде заявлено что арабика ну да вот тут значится что арабика премиум ладно я сейчас как раз таки сделаю кофе и вам расскажу свое мнение понравилось или не понравилось вот посмотрим открыла пачку знаете я даже пока не не знаю чего сказать на этом вот я пытаюсь понюхать это дело это какое-то но это не кофе это помоя но опять это по запаху я достану кофемолку это это стыд потому что я заказала это еще в питер в качестве дополнения к презенту на 23 февраля но правда у меня друг пьет растворимый кофе ему нормально причем любой поэтому возможно это я такая разборчивая а вы знаете неоднозначный такой кофе запах него стрёмный что касается вкуса ну как бы он неплохой например если взять тот же американа в кофексе по 60 рублей вот там откровенные помои но я не знаю даже состав может быть там и робусты не знаю не берусь судить но когда я пару раз там кофе брала мне впервые в жизни захотелось вот кофе сразу вылить собственно то что пить это невозможно ну а это пить можно даже я бы сказала вкус мягкий но запах ну бразильскому кофе конечно это вообще отношение не имеет но опять же моя черная карта это просто вау и бомба ну скажем так пить можно только единственное что я молола прям мелко 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 у меня хорошая кофемолка кстати но я думаю что вот надо больше я положила ту же порцию сделала себе но надо больше класть ну вот короче да извините за блюдечку у меня тут вкусняшка была соленой карамелью в общем как-то так не знаю в принципе за вот по акции 58 рублей 50 грамм в теории попробовать можно кто вообще не притязателен в плане кофе может быть даже понравится уже другой день я завтракаю у меня правда помимо завтрака еще и бифидом бактерии который лучше запивать кефиром кстати вот этот кефир от марки каждый день в пакете однопроцентный тоже очень даже хорошие мне понравился что до этого я брала в коробке ну кофе я заварила именно вот который вчера покупала ну не знаю я добавила туда гораздо больше ну такое себе хотя повторюсь вкус по прежнему мягкий так что думаю у него найдутся свои поклонники и по акции наверное можно брать я-то вряд ли а так иду в магазин в аптеку за очередными таблеточками погода хорошая вполне тепло и даже нет вот никакой сырости ничего подобного отлично ну нужно собаке еды в общем-то купить еще а то закончилась может быть может быть потом еще все таки зайду у метро посмотрю в магазине пляжу просто даже интересно что там продается ну не факт в пятерочку наверно пойду в самую дальнюю хотя вот это у нас тоже хорошее в ленту надо зайти ну наверное я сначала зайду в верный а уже потом по остальным магазинам пойду потому что там по любому мне нужно для собаки фарш взять решила чередовать ну и соответственно если будут куриные спинки возьму там их и тогда не придется идти в ленту вот останется только пятерочка ну к слову тогда наверное а ну вот для того чтобы погулять можно в дальнюю пятерочку сходить посмотрим ой тут уже вообще сухо хорошо прям весна чувствуется да решила начать с магазина верный кто еще не видел какая красота на доме сейчас вот перейду на ту сторону поверну налево еще немножко и будет магазин верный но надо сказать что вот несмотря на то что это питерская сеть магазинов у нас она дешевле как то чем в питере в то время как семья был магазин тут все наоборот в питере он был более дешевый у нас безумно дорогой в итоге быстро закрылся вышла из верного купила там фарш пока еще цена не повысилась куриных спинок не было ну в ленту я за ними не пойду потому что дня натрия ему фарша хватит сейчас пошла совсем в другую сторону зайду пряжу посмотрю а то я так туда и не дойду а уже потом по остальным магазинам но это придется возвращаться ну ладно прогуляюсь погода хорошая к тому же я думаю что все равно холодные деньки еще будут вряд ли зима просто так уйдет поэтому погуляю заказ свой получила и решила все таки пойти вот в эту пятерочку не в дальнюю но и не ту которая около дома потому что она у нас просто конченая хотя когда люди из других районов заходят в эту пятерочку говорят что она очень классная ну видимо да она не самая конченая но у нас тут довольно большой выбор вот это такая неплохая так что сейчас сюда зайду вышла из магазина с увесистым пакетом потому что кстати еще в ближайшую пятерочку придется идти потому что здесь нет овсянки а так взяла как и собиралась ушастику макароны напобаловаться ну и на следующий раз пачку гречки прихватила еще ну творог себе яблоки пакет потом яйца лучше сейчас я уже дома сейчас покажу покупки во-первых взяла вот такой вот хлеб он называется питерский по-моему 30 чем-то рублей но я точно не помню только я единственное забыла сфоткать калорийность его хорошо если есть в интернете а если нет то придется наверное идти в магазин ну или хотя бы завтра ну потому что я так-то не смогу его есть тогда я ж не знаю сколько здесь калорий так ну это я вот с той пятерочки ближайший я взяла геркулес ну он весь в одну цену 20 чем-то рублей на рубль подорожал но я взяла 4 штуки потому что честно говоря уже устала бегать туда-сюда за этим геркулесом пусть лежит потому что здесь ну 400 грамм я каждый день по 60 грамм съедаю вот верным я брала по 59 фарш ну у меня такого фарша для себя около там может быть 10 пачек в морозилке я иногда делаю пельмени но ем я их редко поэтому как бы вот еще котлеты делала но тоже ем редко потому что калорийно все это так дальше я взяла яблоки уже одно яблоко схомячила ну я хотела пару штук в принципе взять но это было невыгодно если еще в наши пятерочки яблоки были по 79 то там по моему вообще по 89 короче вот а эти 59 рублей за килограмм ну здесь чуть больше взяла свой любимый творог красная цена потому что я его очень люблю помидор закончился как раз мне еще на 4 дня его хватит сейчас собаке на 2 дня макарошки он их любит побаловаться ну а потом ему же на 3 дня гречку вот яйца у меня еще есть с предыдущих двух покупок но я взяла еще одну упаковочку 209 рублей стоит ну потому что знаете сейчас масленица будет потом пасха и начнется повышение вот это цены это стабильно а потом они не сразу начнут их опускать где-то ближе к лету ну как вернее они дождутся начнут потом за бесценок в том году так же на пасху господи что ж такое то раз начала запись прервали второй раз прервали безобразие в общем в том году на пасху они ценник подняли на яйца а потом долго не опускали а далее я у них покупала уже например в ашане яйца 16 рублей десяток уже лишь бы только возьмите в общем короче я запаслась мне должно хватить в теории надолго ну собственно вот такие были покупочки узнала калорийность 211 калорий на 100 грамм ну вот теперь можно есть спокойно я просто хотела сейчас сделать себе какао и сделать себе как раз таки яйцо зажарить ну без желтка желток я отдам собаке он будет очень рад белок сама съем и с кусочком хлеба у меня кстати еще из ленты хлеб остался но с ним все в порядке но там уже горбушка поэтому я собаки скормлю он тоже с удовольствием поест завтра ему наверное зашана вкусную булочку принесу он очень любит вот ну вот например геркулес я ему не даю потому что у него как бы простите геморрой начинается ну потому что как объяснил ветеринар там каких-то волокон нет или что-то такое ну короче к сожалению хотя изначально мы его пока с ним все было в порядке мы его кормили долгое время геркулесом и у нас и до этого собака геркулес ела все было хорошо но вот к сожалению в связи с проблемами со здоровьем собаке это нельзя так конечно было бы вообще прекрасно покупать геркулес просто идеальный был бы вариант но так не получится все хочу собаку приучить овощи есть но ленюсь вот так разрезала хлеб нет мне это неопределенно не нравится хотя у меня есть ломти резко но мне пользоваться лениво но видать придется но как-то не очень 25 февраля собираюсь в студию и сейчас готовлю завтрак тут у меня укроп лук и уже сварилась каша овсянка сварилась добавила туда сосиски и соевый соус ну а вот и завтрак у нас просто шикарная погода тепло солнечно ну а сейчас правда ветер немного я от Новослободска иду до ЦСКА гуляю ну а хочется прям походить я как-то за утро довольно много успела сделать ну потом еще даже и в душ сходила и накрасилась ну как накрасилась так макияж без макияжа вот приехала даже раньше чем положено я не знаю почему я вышла за час а мне нужно минут за 45 выйти за 50 максимум ну ладно ничего страшного постояла в метро подождала и мы пошли потанцевали я еще вошла в метро народу много думаю что такое а потом вспомнила что сегодня же пятница все на работу едут мы то обычно занимаемся по воскресеньям ну иногда под переносами я что-то как-то не сообразила мы еще иногда на 11 часов по будням бывает делаем перенос и я даже тогда не сталкиваюсь с толпой а сегодня вот это Новослободская улица в общем хорошо прогуливаюсь я здесь редко кстати снимаю почему-то а вот архитектура здесь интересная пекарня их тут прям очень много абсолютно разных кофейн кофейн я правда раньше этот район не очень любила но сейчас я уже привыкла ну на той стороне тоже смотришь и еще кофейни пекарни и прочее тут вот дальше Новослободский парк но он маленький и гляди в Савеловский вокзал как раз буду проходить мимо и потом уже пойду дальше метро Динамо там Петровский парк ЦСК и тому подобное я уже у метро ЦСК хотела зайти вот здесь в ближайшую пятерочку попить кофейку и взять например там может быть йогурт какой-нибудь перекусить ну такой греческий но дело в том что там ну там есть столики просто но они все заняты ну как там все там дай бог два человека сядет все занято и явно там не торопится поэтому может быть пойду в дальнюю пятерочку а может быть не пойду в принципе оно мне не очень сильно надо меня вообще ситуация с кофе развлекала только первый месяц второй более-менее а сейчас я понимаю что ну как бы так себе в парке уже взяла себе кофе сейчас пойду в парк сейчас пойду в парк уж не знаю то ли тут новые зерна но американо в этот раз шикарные очень ароматный получился кофе в парке на своем любимом месте но давненько я здесь не была вот именно здесь я обычно люблю здесь ужинать перекусывать вот кофе действительно шикарный просто шикарный я с собой взяла перекус чисто там белок желток как всегда собаки отдала плюс я еще взяла огурец ну хотя надо было яблоко взять потому что яблоко это не совсем нормальные углеводы которые лучше днем есть вот и купила себе творог да я съем прям всю пачку на обед потому что я взяла с собой немного творога съела его в студии я сейчас на жестком дефиците поэтому мне не хватает белка я уже прошла почти 19 километров ну и пока продолжаю гулять наверное пройдусь по любимым аллейкам еще туда-сюда это тоже будет довольно таки прилично по времени ну а потом может быть схожу в Леонардо потому что у меня мне нужна толстая иголка для вязания закрывать работу я потеряла где-то свою у меня есть еще толстые иголки но ушко у них не настолько толстое к сожалению вот поэтому куплю возможно например пластиковые есть сейчас в продаже и мне понравились еще там несколько моточков ниток ну ну это посмотрим как бы буду я покупать не буду мне нужно еще зайти в Ашан посмотреть там по мелочи ну шастику булочку куплю побаловаться в принципе особо мне ничего не надо у меня все есть можно было бы хлеб купить но у меня еще со вчерашнего дня есть мне его на несколько дней хватит плюс я все таки хочу соскучилась по своему хлебу поэтому хочу напечь нарезать его ну кину в морозилку ну пару дней его поем по кусочку вот наверное так сейчас я попила чай перекусила вот на улице на самом деле очень тепло классно ну и вообще атмосфера тут замечательная я в Ашане посмотрите вот тут коллекция к масленице довольно симпатичная посуда аксессуары всякие вот эти кружки тарелки пиалки классные в общем то очень даже интересно люблю я этот отдел посмотреть вдруг что-то новенькое вдруг что-то нужно ух ты тут все к масленице красота в общем здорово я уже дома и пью чай с яблочком ну я очень хорошо погуляла вообще шикарно прилично так прошла километров и сейчас вот отдыхаю 26 февраля я вчера легла в 22-22 я просто это запомнила ну как по ватсапу я Оксане пожелала сладких снов и уснула и сегодня в 8-22 я проснулась то есть получается я проспала 10 часов ровно ну я попила кофе съела вкусняшку поснимала хобби влог сделала себе маникюр сейчас я его поближе покажу буду сейчас поливать цветочки тут у меня базилик вот кактус растет короче и буду готовить завтрак готовлю себе завтрак готовлю себе завтрак как всегда у меня овсянка соевый соус зелень тоже лук укроп я все взвешиваю записываю калорийность кефир это лекарство запить бифидомбактерин ну и какао классное какао мне нравится и корица обязательно обожаю корицу немножко кипятка размешиваю теперь молоко миллилитров пятьдесят не больше и дальше кипяток очень вкусно получается сахар не добавляю в принципе иногда я даже молоко не добавляю все перемешать так ну и сосиска четвертинка больше не надо так чисто для разнообразия для вкуса ну а теперь накрыть на стол решила постелить такую скатерть сегодня каша так сейчас какао ну и кефирчик для таблеток снимала хобби влог сейчас решила сделать перерыв попить кофе я обычно после завтрака через какое-то время пью кофе и с морковкой всунулась ни одной морковки нет ну она конечно есть замороженная но как бы это немножко не то в общем достала я пожевала китайской капусты и взяла сельдерей ну что тоже будет вкусно 27 февраля сегодня я решила свалить кофе вот такой ну который собственно недавно и показывала и ругала но вот я сейчас открыла кстати аромат уже больше похож на кофе ну хочу поэкспериментировать может быть в турке или в гейзере хотя я не фанатка таких вещей то есть я больше капельную кофеварку море кофе турку достала потом может быть еще действительно попробую в гейзере сделать кофе сварила решила специально на пробу сделать без специй потому что если в турке я крайне редко варю я туда добавляю специи там корицу кардамон перец люблю добавить но это очень редко потому что в основном для меня кофе это напиток вот чисто сам по себе без сливок, молока сахара и что могу сказать что ну вот даже вид если аромат еще вот изменился из пакета да стал более на кофе похожий то вкус если в самом начале когда я в капельной кофеварке варила он был вроде как совсем слабенький но в целом без криминала то здесь это просто какая-то мерзкая кислятина и цвет еще камера вроде как более-менее передает а вот в чашке это я вот уж думаю пить или не пить достала пряник лимонный я вообще сейчас открыла коробочку где у меня лежат эти пряники такой цитрусовый аромат шикарный от них иду гулять у нас солнечно ну немного морозно но не холодно в принципе приятно так что сейчас пойду в магазин сначала по плану у меня лента если там не куплю куриные спинки то пойду как всегда верные в пятерочку ну в принципе нужно но там посмотрю хотелось бы если честно погулять прям так основательно но пока не знаю я иду в пятерочку в ленте купила только хлеб потому что куриных спинок нет в принципе вот как говорится радовалась что магазин открылся как всегда кофе в дальней пятерочке значит была морковка мне тащить не захотелось зашла вот в эту а здесь только мытая по 69 ну уж нет короче сейчас зайду в нашу если нет то придется мне еще разочек прогуляться потому что без морковки я как-то не могу вчера заточила аж два яблока если не три я мне это не нравится сегодня уже два яблочка съела а я ем одно яблоко в день потому что ну как бы это сахар короче классно надо было я еще думала что надо хоть пару морковок было взять ну ладно ничего страшного не ну просто мне еще по раскрашиванию много сейчас же конец месяца мне по раскрашиванию надо все доделать отснять видео сейчас собираюсь погулять в авиапарке и за покупками нацепила две пары штанов он у меня носки даже в цвет но к ним есть еще несколько кофточек но это все-таки потеплее ну у нас вовсем солнечно довольно таки но я не думаю что у нас прям очень тепло поэтому а я еще и мерзну постоянно вот ладно я этот влог буду завершать если видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал желаю здоровья настроения вдохновения во всем до скорой встречи пока пока